Ну что ж, я всех приветствую, дамы и господа. Для своего Xiaomi Redmi Note 9T я использовал целую неделю стекло от Cation. Сегодня буду его снимать. А почему? А потому что купил себе еще одно. Это стекло от Nielken. Nielken обычно делает неплохие стекла. Хотя иногда у них бывают косяки. И даже я одно время, целый год не покупал их стекла. Только потому что они меня разочаровали на Xiaomi, по-моему, Mi Max. Очень мне не понравилось. Отдал 10 долларов за стекло, оно плохо приклеилось. Кстати, кому интересно, на Cation есть опыт использования на втором канале. Там я рассказал, как оно мне в процессе эксплуатации. Целую неделю я его тестировал на Redmi Note 9T. И, собственно, вот так вот оно сейчас выглядит. Кому интересно, вот могу даже проделать такой тест на царапинки. Очень хорошо сопротивляется царапинам. Никаких следов, канавок. Ну, упаковано, конечно, по-царски. Мало того, что хорошая коробка, так еще и двойная пупырка с двух сторон. Ну, здорово. Стекло для Redmi Note 9T 5G. Но также эта модель есть на китайском рынке. Она там называется Note 9 5G, без буквы T. Так что не стоит пугаться. Это два одинаковых совершенно смартфона, просто для разных рынков. Проверить на оригинальность можно по вот этому коду. Здесь нужно стереть защитный слой. А стекло не имеет никаких защит от скрытия. То есть, первые мы его распаковываем или не первые. Или кто-то уже подменил стекло. Это, конечно, мы не знаем. Ну, просто потому, что здесь никакого стикера нет. Это огромный минус компании Nilkin. Стикера нет ни здесь внизу, ни здесь вверху. А вы знаете, почему я снимаю всегда распаковки всех посылок? Дело в том, что иногда приходят даже стекла от очень проверенных брендов. Приходят разбитые, с коцками и так далее. Поэтому я предпочитаю все снимать, для того, чтобы были доказательства, что я не дурак. Значит, комплект для поклейки. Внутри тряпочка, удалитель пыли и влажная салфетка для удаления жирных пятен. Для того, чтобы вся эта история не покрывалась пылью, рекомендую складывать в пакетик до момента использования. Ну и, конечно, само стекло. Здесь также есть защита в подарок для камеры. Я такие защиты не рекомендую использовать. Ну, просто потому, что, как правило, они вносят небольшие изменения в снимке. Не в том плане, что фотки получаются некачественные. В том плане, что это преграда свету. И в темных условиях вы заметите падение по качеству картинки. То есть, будет картинка темнее, либо больше шумов. А так, в целом, такие защиты можно эксплуатировать. Но я, например, купил себе вот такой вот чехол от Nilkin. Здесь вообще есть защита камеры вот такая. То есть, захотел, закрыл, захотел, открыл. Оно у нас без рамок. В отличие от того же Cation, которое вы могли видеть раньше. Как раз-таки вот эти рамки, которые здесь есть на стекле, здесь они отсутствуют на Nilkin вообще полностью. Ну что ж, приступаем к поклейке и делаем выводы. Короче, ребята, я какой-то криворукий. Я только что поставил вот это стекло на колено. Оно же скользкое. Оно у меня соскользнуло на ламинат. И что бы вы думали? Конечно, дало трещину. Короче, не получится у меня показать вам, как это стекло сидит на смартфоне. Вот она видна. Удар пришелся сюда. Такой криворукий. Два месяца ждал это стекло. И вот сейчас взял вот так вот и все испортил. Боюсь снимать это стекло. Почему? Потому что если я сейчас его сниму, то вот это стекло Nilkin я просто могу не поклеить. К тому же оно стречное. Да и зачем вообще клеить это стекло стречное? Короче, я очень дико разочарован. Я прошу прощения, наверное, за то, что я такой криворукий. И не смогу вам ничего показать. Так что заказываю заново это стекло Nilkin. Опять оно будет идти мне два месяца. И потом, конечно же, я уже расскажу, как я его поклеил. А это видео я все равно выложу. Просто чтобы... Ну, я не знаю почему. Я не знаю. Может быть вы меня пожалеете. Может просто поддержите как-то. Потому что я очень разочарован. Вы себе не представляете, как я разочарован. Налицо, конечно, наверное, все-таки болезни, которые протекают. И вот эта невнимательность в последнее время, которая возникает. Вот эти все проблемы сопутствующие. Ладно, не буду о грустном. Короче, вот так. Всем пока. И будьте аккуратны. Кстати, мне пришла идея. Так как это стекло, собственно, уже никуда не будешь использовать. Не отдашь, не продашь. Короче, просто наклеиваю поверх этого стекла. А что? Что еще остается делать? Просто наклею и, значит, мы уже будем иметь какие-то представления базовые. Будет ли у него какой-то воздух или нет. Потому что данное стекло, оно по сути является копией того, на которое мы будем клеить Нилкин. Так, давайте протрем. Так, базово тряпочкой. Ну и попробуем аккуратно отклеить защитный слой. Вау! Оно даже не пускает трещину дальше. Классно. Кстати, уже можно оценить олеофобку. Она здесь на очень хорошем уровне, как обычно у Нилкин это и бывает. Чуть-чуть кривовато наклеил. Кстати, напишите в комментариях, стоит ли вообще заказывать другое стекло или нет. Или оставить как есть. Дайте какой-то совет. Поддержите. Олеофобка очень хорошая. В принципе, у Нилкин никогда проблем с этим не было. Выгнался весь воздух. Вот чуть-чуть еще вот здесь остался. Все, нет воздуха. Здесь воздуха нет. Но то, что вы видите, это тот воздух под стеклом, которое было уже наклеено. Так что стекло в принципе норм. Если не считать вот эту трещину, которая, кстати, не пошла дальше. Это просто на удивление. И давайте я уже сразу его и потестирую на царапины, чтобы сразу иметь представление, насколько оно прочное. Ну, что могу сказать. Царапин я здесь не вижу. Сколов я здесь не вижу. Давайте протру. Я думаю, что можно заказывать. Напишите в комментариях, вы бы стали себе покупать Нилкин или нет. Стекло не дешевое, сразу скажу. Я просто сейчас уронил, вот почти 10 долларов я за него отдал, потому что доставка в мою страну, ну, просто дико дорогая. Поэтому вот так вот теряются деньги просто на ровном месте по невнимательности. Что ж поделать от болезней, никто не застрахован. Поэтому и сопутствующие все моменты проявляются. Как по мне, так нормальное стекло. А вот владелец его не очень нормальный. Вот теперь пока. Субтитры создавал DimaTorzok